Друзья, всем привет! Сегодня попробуем написать торговую прибыльную стратегию с помощью ChatGPT, новой версии пятой, относительно новой, она уже вышла, наверное, около двух месяцев назад, но только сейчас у меня дошли руки протестировать ее в трейдинге. С прошлых тестов моих различных нейросетей в трейдинге уже прошло достаточно времени, но прошлые результаты были довольно хорошие. С помощью DeepSeek я написал довольно прибыльную стратегию, которую пользуюсь и по сей день, написал с помощью нее робота, который торгует для меня. Сегодня попробуем также написать торговую стратегию, протестируем ее на Пайнскрипте, посмотрим, как она отрабатывала себя на истории, посмотрим прибыльность и сделаем вывод какой-то, сколько GPT хорош в трейдинге. Для начала нам нужно сделать промт, также я думаю попробовать сделать обычный промт и сделать DeepResearch, то есть чтобы GPT получше обдумал и составил нам более подробный ответ. И мы протестируем две эти стратегии, два ответа от GPT. Также если вам нужен какой-то проект, скринер, торговый робот, у вас есть стратегия, которую вы хотите автоматизировать, вы можете связаться с Тайми в Телеграме и мы поможем реализовать вам подобный проект. Также если вы хотите сами научиться программировать подобные алгоритмы на питоне, торговых роботов, скринеры, вы можете также обратиться к нам, у нас есть индивидуальное обучение. Больше информации в нашем Телеграм-канале. А сейчас переходим к промтам. Делаем такой промт, то есть я писал, что нам нужен код на пайнскрипте, какие-то минимальные описания. Уточнил, что мы можем делать большое количество сделок при этом экономить на комиссии, то есть если мы будем торговать, например, на Мехикс, где на некоторых парах комиссия вообще 0%, даже если открывать по маркету или лимитками. Возможно на этом просто стоит сделать акцент, чтобы забирать даже минимальные движения. Также попросил сделать под Litecoin именно торговую стратегию, где пары могут быть не особо ликвидные. И дальше просто сказал, чтобы он добавлял, что сам посчитает нужным. Ну и сделал вот такой промт, что нужно превратить 100 долларов в 1000. Не знаю, как это реализуется у него, но посмотрим, протестируем. Делаем тут запрос. И давайте сделаем еще глубокое исследование. То есть чтобы GPT получше обдумал это все и дал нам качественный ответ. Так что сейчас задает уточняющие вопросы нам и мы ответим ему. GPT задал уточняющие вопросы, 6 штук. Мы на все 6 ответили и давайте запустим. И наверное минут 15 он будет думать и составлять стратегию. Тем временем у нас уже готова стратегия по обычному запросу. Давайте прочитаем, посмотрим, что здесь у нас. Также GPT уточнил, что не может обещать, что мы заработаем столько, но он заложил логику, что если мы вдруг наберем больше 1000, то сделки перестанут открываться. Ну протестируем сейчас. Заложил два индикатора, Bollinger и RSI и пробой после сжатия волатильности. Довольно большую стратегию он прописал, довольно подробно все описано. Давайте ее протестируем. Здесь оказалась небольшая ошибочка в синтаксисе. Давайте спросим GPT, чтобы он ее поправил. Но все равно та же самая ошибка, он ее не поправил. Давайте разбираться. Так, вроде стратегия скомпилировалась. Код заработал. Здесь мы видим предупреждение. Итак, я попросил у GPT сделать стратегию менее жесткой, чтобы у нас было больше входов, так как в предыдущей версии кода у нас не было ни одного входа и мы не могли протестировать. Я попросил его сделать параметры менее жесткими. И сейчас появились входы, давайте их посмотрим, проанализируем. Ну, наш депозит, конечно, стабильно уменьшается, уменьшается. Тут пока мы проигрываем в этом. Количество трейдов 1400 почти. Но давайте посмотрим, что мы можем сделать с этим. С уменьшением таймфрейма у нас уменьшаются просадки. Ну и количество трейдов, да, стало 823 на минутном таймфрейме и минус 18%. Но это все равно еще минус. Да, и если мы увеличиваем таймфрейм, то почему-то количество, наша просадка увеличивается. Ну и количество трейдов тоже увеличивается. Давайте покажем ситуацию, в которой она сейчас имеется в GPT и попросим его найти золотую середину. То есть не слишком жесткие условия для входа и при этом, чтобы у нас стратегия давала плюс. Также давайте быстренько глянем на других монетах, как показывала себя стратегия. Но я подозреваю, что у нас она стабильно на каждой монете будет показывать минус баланс. Ну где-то просадка меньше, где-то больше. Но суть одна и та же. То есть мы стабильно сливаем. И на каждой монете у нас ситуация идентичная. У нас получилось немного вытянуть стратегию в ноль, конечно. Но опять же это все довольно сомнительно. Тем более на 72 трейда только. И при этом это биткоин. То есть пока выглядит все довольно сомнительно. Попробуем еще поиграться с различными параметрами. Я тут пока пробую что-то подобрать. Но в процессе. Я, похоже, окончательно поломал данную стратегию. Потому что я попробовал различные параметры, различные комбинации. Но у меня не получилось собрать эту стратегию так, чтобы она принесла какую-то прибыльную историю. Возможно, я не понял задумку GPT. Но дадим последний шанс GPT. Чтобы он самостоятельно указал параметры. И последний раз опробуем ее на истории. Но я не особо верю, что он сможет возродить эту стратегию с какими-либо параметрами. Итак, я вставил сейчас код. Который предоставил GPT со всеми параметрами. Настройками, индикаторов и так далее. Как видим, что плюс мы все равно не вышли. И баланс наш стабильно идет в ноль. На разных таймфреймах и на разных монетах аналогичная ситуация. Поэтому данная стратегия не сработала. Возможно, наш промп был довольно жестким. В плане того, что превратить 100 долларов в 1000. Давайте перейдем к самому интересному. К торговой стратегии, которую он написал. Также GPT версии 5. Но с Deep Research. Давайте посмотрим, что он тут нам написал. Тут он написал общую информацию. Что также это все очень рискованно. Также он ссылается на различные сайты и статьи. Также, если вам интересно, можно здесь все подробно прочитать. Тут довольно много информации. Также справа указаны все ссылки на статьи, которые изучал GPT во время Deep Research. Здесь указан риск менеджмент и рекомендации различные. Теория скальпинга. И описание торговой стратегии. Видимо, вот которая нам и нужна. Здесь GPT описывает логику. Индикаторы. То есть скользящие средние MA. Полосы Боллинджера. РСИ и АТР. Прописывает условия входа. Long, Short. Управление рисками. Risk Management. У нас Take. Stop Loss. И также предоставляет код. Сейчас мы его опробуем. Возможно, также здесь будут какие-нибудь небольшие ошибки в синтаксисе. Но если что, подправим. Нужно упростить стратегию. Итак, я попросил упростить стратегию GPT. Он упростил ее. И у нас плюс 23% наша стратегия показала. И особо каких-то больших просадок я не вижу здесь. Но опять же, это по биткоину. Давайте посмотрим, что по другим монетам у нас. Эфир плюс 46%. Это часовой таймфрейм. XRP плюс 43%. Лайткоин плюс 51%. И при этом у нас просадок особо нету. Каких-то больших, значительных. Да, и количество трейдов у нас хорошее. Да, там 159. 190. 180. И по всем монетам показывает прибыль. Да, салона 62%. Довольно все хорошо выглядит. Давайте посмотрим трейд-анализ и общую статистику. Да, вот, например, монета OP. Здесь у нас прибыль была 77%. Средний наш профит, я так понимаю, то есть 0,4-0,5%. То есть это наш тейк. Давайте посмотрим, как в коде это прописано. Да, у нас стоп-лосс и тейк-профит стоят 0,6%. И важный момент, что у нас комиссия 0%. И почему я указал 0% и почему я в PromGPT указал, что у нас не будет комиссии. Потому что у нас есть биржа Mechics и у нас есть фьючерсы, на которых комиссия у нас составляет 0%. То есть мы можем открывать сделки по маркету, лимитками и у нас всегда не будет оплаты за комиссию. Например, наш уже торговый робот, который торгует на фьючерсах, он экономит полностью на комиссиях и тем максимизирует профит от торговли. Ну и если есть такая возможность, то почему бы не написать и протестировать торговую стратегию на этих монетах. Поэтому мы также вот, например, можем открыть кумит-торговую пару конкретно на этой же бирже и на конкретной монете. Например, AVAX. Вот AVAX, фьючерсы, Mechics. Давайте посмотрим, также будет ли там профит. Да, также указывается профит. И 90%. Опять же, что довольно неплохо. Это 155 трейдов. Это часовой таймфрейм. И давайте, может, посмотрим на других таймфреймах, что у нас пишет. Например, на 15-минутном у нас столько же сделок, но профит меньше. У нас 126%. На 5-минутке еще меньше. Возможно, это связано с тем, что у нас на большем таймфрейме уверенность сигнала гораздо выше. То есть там данные более устоявшиеся, нет шума какого-то на рынке. И поэтому индикатор показывает более уверенное значение. Хотя вот, например, если указать 30-минут таймфрейм, то здесь прибыль вообще типа 140%. И 338 трейдов, что довольно хорошо. Максимальная просадка 4,5%. То есть это очень хорошие прям показатели. И учитывая, что мы на Мехик сможем торговать без комиссий. То есть здесь максимально приближено к реальной торговле. И также тут есть сравнение. Если бы мы просто купили и держали, мы бы получили минус 22%. А используя данный алгоритм для торговли, мы бы получили 140% профита, а не убытка. Что делает стратегию, имеющую смысл и полезной, нежели просто купить и держать. Тем более держать лайткоины довольно рискованно. Ну и как ранее показывал, то есть вот здесь наши проценты выигрышных сделок, убыточных, наш средний ПНЛ. Так как у нас растет депозит, и мы входим процентом от депозита, если у нас так в стратегии. То и соответственно прибыль растет. И тогда проценты, которые будут писаться здесь, они могут быть очень огромными. Но если мы входим фиксированным числом, мы увидим довольно четкое показание, четкую статистику, сколько процентов мы зарабатываем в день, в месяц и так далее. Итак, я теперь поставил, что у нас на каждую сделку фиксированное значение для входа. То есть 100 долларов, наш начальный депозит. Здесь мы его переводим в монеты. И конкретно самопеременная квантити идет в трейд, в нашу сделку, конкретно в ход, в лонг либо в шорт. И тогда у нас процент вышел в 89%. Но при этом, то есть такая статистика, она является более точной и понятной. То есть, как вы понимаете, если у нас постоянно растет депозит и мы входим постоянно новым значением, то у нас и просадки могут быть довольно сильные, что неприятно. Ну и статистику строить так довольно сложно. А если мы входим конкретным значением, то мы можем точно рассчитать, сколько мы получаем за трейд, за месяц, за день и так далее. Вот также статистика со всеми трейдами, общее значение и можем каждую сделку посмотреть отдельно. Давайте, если наберем 50 лайков на этом видео, то я выложу данную стратегию в наш телеграм-канал. Вы сможете сами с ней что-то придумать, потестировать ее с различными параметрами, таймфреймами и так далее. Также я бы мог данную стратегию переписать на Python и запустить в реальную торговлю на MEX с 0% комиссии. И уже на реальном рынке посмотреть, насколько хорошо она себя отрабатывает. Если вас такое интересует, напишите об этом в комментариях. Также в комментариях вы можете написать, что бы вы хотели видеть. Любые комментарии в поддержку, это помогает продвижению видео и мотивирует меня выкладывать бесплатный код, делать больше продуктов для вас, конкретно бесплатных. Также, если вы хотите автоматизировать какую-то торговую стратегию, скринер, то вы можете связаться с нами в телеграме и мы поможем. Также у нас есть индивидуальное обучение, где мы учим на Python реализовывать торговые алгоритмы под крипторынки. И также у нас есть готовый торговый робот, который уже торгует на MEX, экономит на комиссиях и по нему уже есть больше двух месяцев реальной торговой статистики. Все это в телеграм-канале, вы можете ознакомиться, все ссылки под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.